Те, кто заставил солдать бежать, переоделись в Штатско и караулили беглецов около их же домов. Дождались и увезли обратно служить, а точнее и дальше терпеть издевательства. Андрей Бурцев сообщит и о сломанной челюсти, и о других подробностях. Царапины и вмятины на машине Бориса Романова – это цена вызволения его сына из рук похитителей. Не успели в машину сесть там. Ну мы успели сесть, не успели двери заблокировать. Мы начали вытаскивать. Там прямо около парадных все было. В самом центре Петербурга Борис Романов пошел на таран машины, в которой сослуживцы затолкнули его сына Владимира. После короткой погони по узкой улице черный форт врезался в белую Тойоту похитителей. Отец, который спасал сына, говорит, что столкновение произошло случайно. Но после этой аварии Владимира Романова удалось вызволить из машины военную. Романов-младший на днях бежал из своей части 02-511 в Каменке. После того, как трое сержантов в течение пяти часов по очереди избивали Владимира и еще полтора десятка его сослуживцев. Операцией по возвращению беглеца в части руководил командир роты капитан Тарасов. Вместе с еще одним офицером и тремя рядовыми контрактниками они приехали в Петербург как на спецзадание. Были одеты в штатское, за домом Романовых устроили слежку. А когда отец с сыном вышли из подъезда, военные повели себя как оперативники во время задержания. В комитете солдатских матерей пытаются помочь еще двоим сослуживцам Романова, которые бежали вместе с ним. Владимир Логинов со сломанной челюстью приходит в себя в окружном госпитале в Петербурге, а контрактника Алексея Бонецкого доставили в военную больницу Выборга. У Владимира Романова после спецоперации капитана Тарасова сломан палец. Пока отец в одиночку отбивший его у пятерых военных сына прячет. Какую-то грань переступили наши военные. Это недопустимо. Поэтому надо с ними очень жестко разбираться, кто и что. Поэтому мы будем требовать увольнения этого капитана, как бы ему не было это больно. Мы будем требовать достойного расследования, чтобы были программы защиты свидетелей, вот тех ребят, которые свидетельствовали. В командовании округом комментируют ЧП в духе «во всем разберутся следователи, выводы преждевременны». Часть 02-511 характеризует как соединение постоянной готовности, полностью укомплектованное и хорошо зарекомендовавшее себя на последних учениях. Расследование покажет истинную картину случившуюся. Он не должен перечеркивать то доброе, что делает сабригаде, что делает весь личность сабригадой в целом. У солдатских матерей своя характеристика для соединений дислоцированных в Каменке. Год назад там повесился контрактник. Этим летом еще одно самоубийство. А месяц назад, в той же части 02-511, погибли сразу четверо военнослужащих. Трое задохнулись угарным газом, один умер от передозировки наркотиками. Статистика, которая способна затмить и воинскую доблесть, и боеспособность армейских формирований в Каменке. Андрей Бурцев, Ирина Уймина, Эдуард Соколов, Павел Лавронов, 5 канал, Санкт-Петербург.